В середине февраля на очередной сессии Черноморского городского совета была принята комплексная целевая программа поддержки участников боевых действий и членов их семей. Ее основные направления – социальная и финансовая поддержка этой категории горожан. В финансировании будет участвовать как государственный, так и местный бюджет. В целях реализации государственной политики по вопросам социальной защиты участников боевых действий и членов их семей городским исполнительным комитетом городского совета была принята инициатива о создании комплексной городской целевой программы поддержки участников боевых действий и членов их семей на 2018-2020 годы. Непосредственным инициатором являлся наш городской голова и также структура исполнительной власти городского совета. Основные направления реализации – это оказание помощи участникам боевых действий и членам их семей. В частности, мы берем на себя обязательство бесплатного обучения детей и участников боевых действий во всех секциях, кружках и школах коммунальной формы собственности. В 2018 году только из местного бюджета будет выделено около полутора миллиона гривен. Одним из инициаторов разработки программы выступила общественная организация ветеранов и инвалидов АТО «Рапира». Наша организация объединяет участников боевых действий и их семей для решения общих проблем – социальных, жилищных, медицинских, то есть всевозможных проблем, которые могут столкнуться участники боевых действий. Наша организация ветеранов и инвалидов АТО «Рапира» была одним из инициаторов проекта поддержки участников боевых действий. Мы пересмотрели подобные программы, успешно действующие в других городах и областях Украины. На основе наших предложений была создана общегородская комплексная целевая программа поддержки участников боевых действий и членов их семей. Сейчас на территории Черноморска проживают более 500 участников АТО. Практически для каждого из них вопросы социальной и финансовой помощи стоят очень остро. Принятая программа поддержки участников боевых действий позволяет получать помощь в самых разнообразных сферах. Участники боевых действий в жизни сталкиваются со многими проблемами в социальных сферах, в сферах транспорта, медицинском обслуживании. Данная программа помогает комплексно решать многие вопросы и получать на это финансирование. Целью данной программы является повышение уровня социальной защиты участников боевых действий и членов их семей, а также членов семей, погибших при выполнении боевых заданий. В задачи данной программы входит взаимодействие участников боевых действий с органами местного самоуправления, с органами социальной защиты, с правоохранительными органами, с центром занятости, с отделами госполкома, с отделом культуры, образования, капитального строительства, также с медицинскими учреждениями, с городской больницей и со стоматологией. Ну а также эта задача предусматривает контроль за выполнением общеукраинских льгот и также льгот, которые приняты на местном уровне. Преимуществами программы уже успели воспользоваться несколько человек. Большинство обращений связано с приобретением медикаментов и оплатой лечения. Лично я в прошлом году получил лекарственных препаратов на сумму 1000 гривен. Это довольно-таки ощутимая помощь для бюджета моей семьи. Городская власть выделяет ежегодно 1000 гривен на медикаменты для участников боевых действий. Это хорошее подспорье, потому что лекарства сейчас стоят дорого. В рамках этой программы на данный момент я прохожу обучение в Одесском государственном учебно-курсовом комбинате, где учусь на С-категорию. По словам ветеранов, ситуация с поддержкой участников боевых действий и их семей в Черноморске намного лучше, чем на областном уровне, хотя проблемы, безусловно, имеются. Важно, что городские власти не забывают о людях, защищающих территориальную целостность Украины.